Чем мы отличаем себя? Женщины отличаются от мужчин. У женщины возбуждение начинается сверху. Чем женщина отличается от мужчины? Сексуальное возбуждение женщины начинается сверху, потому что женщина как вода. Женщины, сексуальная энергия женщины стекает сверху вниз. То есть мы любим, не зря говорит женщина, она любит ушами. Чем? Ей нужно обязательно, чтобы мужчина хорошо выглядел. Естественно, эти все вещи мы собираем информацию о мужчине. Затем мы должны почувствовать в сердце спокойствие, благополучие. Потом безопасность, что с этим мужчиной можно раскрыться и расслабиться. Это сердце. Сердце в этот момент раскрывается. Дальше сексуальное напряжение стекает вниз и заряжает уже половые органы. У мужчины все наоборот. Сексуальное возбуждение у него как огонь. Оно идет от земли снизу. Вот отсюда. И сразу же заряжает половые органы. Эту часть. И очень часто это не доходит до сердца. И тем более не доходит до головы. А у женщины, очень часто мужчина уже возбудился, а женщина осталась еще где? В области головы. Ее сексуальное напряжение не успело достигнуть. Ни сердца, ни тем более половых органов. Поэтому иногда женщина остается там еще мыслями. Болтуна еще своего не заткнула, как мы говорим. А мужчина уже возбудился, уже 300 раз кончил. И все. И на этом дело закончилось. Поэтому это самый такой основной закон, который нужно знать. Откуда идет, начинается вообще именно вот это вот энергетическое такое возбуждение. Поэтому на вот этих вот вещах, на вот этих структурах, на них уже построены все дальнейшие техники. Сексуальные техники. Дыхательные, такие как тантра, тантрический секс и так далее. Потому что мужчина, когда чувствует возбуждение, он должен повести его выше сердца. Он должен раскрыть свое сердце. Он должен почувствовать приятие партнерши. Он должен иметь ей наслаждаться. Он должен также появить к ней милосердие. Вот это слово. То, что compassion в английском языке. Почувствовать. В английском переводится сострадание. У нас это милосердие, эту мягкость почувствовать. И далее уже повести сексуальное напряжение, буквально в смысле, выше голову. То есть полностью включиться вот в это, во все. Это означает, когда уже открыто сердце, то здесь уже не просто мысли, а полностью все сознание его переключается на партнершу, на то, чтобы достать удовольствие своему партнеру, но не теряя контакт с собой. Поэтому вот это не теряя контакт с собой, это и заземление. Каждая энергетическая система, чем она сильнее, тем сильнее она должна быть заземлена. Очень многие мужчины, если очень сильное сексуальное возбуждение, есть горячие мужчины такие, чем сильнее у них это сексуальное возбуждение, тем сильнее у них должно быть заземление. То есть у них должен быть очень хороший контакт с реальностью. Иначе что с ними происходит? Увидели, женщины кинулись и забыли вообще про все, и доходят даже до изнасилования. Потому что ничего не работает. Встала, надо сделать дело, все. И побежала, и сделала. Нет заземления, нет контакта с реальностью. Можно это делать или нельзя. А тем более уже удалось, что сексуальная энергия не идет никуда не выше, и тем более в углу. Поэтому, чтобы это было так, как должно быть у людей, у существ высокоразвитых, потому что у нас есть, помимо того, что существовавший высокоразвитый такой, как человек, может испытывать оргазм, и очень, причем плюс ко всему, еще и контролировать свой оргазм. Человек может его оттягивать, может заняться сексом очень долго, может с этими вещами играть, достигать просто фантастического удовольствия. Именно вот в этом. У животных такого нет. У них четко идет слияние, соитие, и все. Ну, как бы, как ученые проводили какие-то тесты, опыты, что некоторые живые организмы испытывают некоторое удовольствие от того, что происходит в соитии. Но, конечно, таких, такого, как у человека, именно получения аргоизмических наслаждений, у животных такого нет. Все взаимоотношения, собственно говоря, и житейских взаимоотношений, они тоже очень часто строятся на этом, на сексуальном взаимодействии полу.